ребят всем привет привет я сегодня с денисом идем сегодня на выставку электроники в гуанчжоу как обычно что-нибудь интересненько поснимаем с вами поделимся постараемся найти что-нибудь интересненькое сразу же хотелось бы вот отметить вот этих ребят они предлагают hello да они в общем предлагают какие-нибудь бесплатные приятки ну вот предлагает ручки допустим вот смотрите вот товарищ стоит предлагает сумки ручки бесплатной за это берет визитную карточку потом это на визитные карточки сдает ему какой-то бонус идет от компании отомат спама тик отпишек а вот у нас знаменитая кантонская выставка именно вот на этом здании символизируется значок кантона то есть такой цветочек получается выставочный комплекс находится вот здесь и разъединяет все это дело дорога и вот такая вот над дорогой есть переход и там еще два блока очень большой выставочный комплекс так в общем нам нужно сейчас сделать пропуск денис у меня пропуск уже есть кстати пропуск регистрируется и выдается на 5 лет на 5 на 3 3 тут показывают и поэтому не выкидывайте пропуск для того чтобы получить пропуск нужно заполнить такой бланк он идет получается на английском языке и на китайском естественно заполняем английскую версию вот посмотрите какой пропуск у меня а также рекомендуется взять вот такой гид по выставке здесь отмечены все зоны по цвету и по нумерации да не улыбайся ты 30 юаню нужно сделать фотографии в общем берем эти фотографии идем туда дальше на стойку в общем подаем нашу фотографию и заполненный бланк вот сюда вот для получения пропуска что наверно 2 фотографии никак не отреагировала она на нее смотреть даже не стала она будет фото о нифига себе она горячая да покажи какой значок выдают да давай я тоже сниму пойдем в а блок получается сейчас пройдем этот переход здесь все связано с инструментами компрессоры и так далее мы пришли блок а и блок б нам больше всего конечно интересно блок б здесь электроника и так далее пойдем посмотрим сразу же смотрите какой вид музыка и выставочные залы пойдем походим посмотрим я сломаю так в общем уже второй ряд проходим и буквально вот все повторяется ничего новенького нет музыка батарейки светодиоды всякие кепочки с плеерами так далее а то тут у них сейчас фишка вот эти вот лошади с игровыми товарами я буквально вот только что отскакал на таком честно я думал это стоит примерно сотку оказывается 14 долларов всего лишь 14 6 так смотрите ребята до сих пор с выставочные залы собирают именно nail бары это принтеры для ногтей вот этот принтер подороже будет он примерно будет стоить две тысячи две с половиной тысячи долларов здесь уже получается картинка можно сделать фотографию своего лица и напечатать свое лицо на ногтях можно нанести фотографию на ноготь она очень конечиться к этому устройству сейчас будет делать настройки картину можно даже выбрать любую картинку можно выбрать из галереи размер на ноготь и я могу выбрать размер производством блоков, а это просто коммерческий ход такой, для привлечения, да в принципе они очень сильно привлекают этому внимание, мы же подошли, они охлаждением не занимаются, они занимаются производством корпусов и блок питания, а также много народу собирает именно выставочные залы виртуальной реальности и вот еще смотрите, один выставочный зал, nail бары, именно вот эта фирма, она давно уже на выставках фигурирует, постоянно много народу здесь собираются 10 тысяч долларов стоит квадрокоптер, берем, всего 10 тысяч нифига он это, макитач, возьми приз, шоколадку приз, вот это прям складывается и прям бодро едет, смотри какой интерес о, взялое, вокруг наушники, электроника, картриджи, gps, всякая навигация, а тут живет скотч конечно здесь народу немного, но скотч будет жить вечно это изобретение из изобретений, а также не выходя из выставочного комплекса, можно пообедать, спуститься на минус первый этаж стоимость еды составит примерно от 25 юаней ну станок, который печатает одноразовую посуду виртуальная реальность опять собирает народ все хотят попробовать поиграть стирика, я так понимаю, да? чтобы понять, насколько он большой, вот руку подошел сейчас я танцующую девушку сниму Денис, ходим мы с тобой гуляем, ничего нового не нашли, так понимаю, да? все старое, да, все старое в каком году, как ты думаешь, прорыв будет новый? что-нибудь новое больше не будет больше не будет вообще? а как же летающие машины? нет? нет домой такой, да? а ты посмотри еще внизу они на нем ходят еще а еще и на полу да ты устанешь от такого прикольные какие-то штуки, типа инкубатора я буду подниматься я буду подниматься и я буду подниматься спасибо, дорогие, Сисел мы ходим с Зенисом по выставке и тут я встречаю своих подписчиков давайте познакомимся это Дима это Антон очень приятно мы из Эстонии да, ребята из Эстонии и они мне привезли гостинцев хотели бы сделать вам обзор давайте, ребята вы так рассказывали плавно я просто я не смогу да, это все рассказать как вы знаменитые эстонские эстонские сухарики знакомые будешь делать обзор на них обязательно пиво возьмем пиво, все понял да тут еще коробочка конфет шоколадных тут с модным дизайном знаменитые фабрики Карев в следующем году эстонской республике будет сто лет так что ведут очень большие дизайнеры выглядит как будто как книга какая-то это ближе к этому что-то сделано в столетии это больше детям просто знаменитые конфеты шоколадные Денис получил такие же кстати, с крышами как они на вкус да, да, да Денис, кстати к Денису тоже они передали гостинце тут еще другие шухарики тоже отлично, ребята это что такое? это печенье вафли с белым шоколадом отлично слушайте, ну я вообще прям благодарен вам это вафельные конфеты с ликером бана Таллин Таллин да, ну как бы ликера там алкогольного у них еще нет вафельные конфеты со вкусом рома практически на всех хопопотоках написано на русском языке что бы вы ни думали про Эстонию но не так там все плохо на самом деле вот хрустящие чесночные хлебцы если точно назвали ясно дальше о, пряники слушайте, похоже на наши русские они почти одинаковые дальше, ребят что тут еще эфирные конфеты ага с лишним так и вот там самое я так понимаю главное жидкий груз привезен за 40 тысяч километров ооо написано Таллин за 8 тысяч километров старый Таллинн знаменитый ликер так сказать советского времени ага даже сейчас он считается таким рецепт 40 градусов ликер можно шампанским его размешать то есть ликерчик наливаешь чуть-чуть и это скайфуешь да достаточно национальный напиток такой а можешь открыть мы его на самом деле не так часто пьем это то же самое как в Риге есть латвирический бальзам когда-то мы за ним тоже ездили очень очень там жаждали заполучить его но по вкусу это приятное риски бальзам он такой здесь нравится вау таким образом ну попробуем обязательно попробуем вообще спасибо вам ребята давайте вам пожму руку спасибо да да я приду девчонкам обязательно включу камеру покажу скажу что от вас и так далее будет пробовать шоколадки спасибо еще раз до свидания до свидания ну все я дома буду вручать сейчас гостинцы детям я думаю что им понравится папа пришел дети я дома папа папа привет как ваши дела хорошо скажите ребятам привет привет всем привет всем привет сейчас подожди мне вам сюрприз гостиница от подписчиков от наших представляете русская там шоколад и все вы знаете не русская не русская эстония так смотрите вот такие вот шоколадки вот такой вот шоколад вау вот смотрите какие то печеньки вот вау а вот это угадаете нет вот это что такое сейчас подождите я покажу сначала ребятам вот это что это такое угадаете не знаю а не знаю всем привет нет так мама что это как ты думаешь это конфеты какие то что это дети не знаю все дети не знаю все дети ладно мама уже прочитала в общем это конфеты выглядит как будто бы книга да посмотрите да как будто бы книга да так посмотрите здесь еще какие то конфеты это сухарики хлеб сушеный с чесночком с чесночком так и вот такие вот заморские пряники похожи на наши кстати смотри да и это уже нам с мамой что такое это ликер держи бутылку вот вот это посмотреть какой то сейчас посмотрим все это маму нам с тобой эстонский ликер да говорят ребята очень вкусно давай я вам открою и посмотрим правда что здесь ребенок не может все я уже разрезала здесь можно открывать это вкусно еще вот здесь доча Ника осторожно наносится ммм какая упаковка красивая да шикарная шикарная упаковка и чтобы это ах вот это я хотела ну давайте попробуйте по конфетке и я не вижу потом спасибо не забудьте сказать ребятам я тоже беленькую ммм спасибо вкусно вкусно очень шоколад спасибо за такие вкусные гостиницы в общем на этом выпуск заканчиваю выставка была примерно вот такого формата ничего нового я для себя не открыл и не нашел можете посмотреть это видео а также я собираюсь посетить выставку именно кантонскую выставку вторую сессию и остальные буду опять что-нибудь снимать интересное и естественно поделюсь с вами все ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока ребята пока 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 пока